Скоро лето, а это значит пора менять обстановку, рабочее пространство и чтобы мотивации и вдохновения было больше. И эта комната как в Пинтерест. Я снимаю видео. Последнее видео было 5 месяцев назад. Я в шоке, но началось лето и я решила просто полностью начать работать. Напомню, что меня зовут Поля, может вы забыли. Мы будем делать комнату в американском стиле, в стиле Пинтереста. Комнату с неонами, с фотографиями, вот эти вот все. Куча видосов в ТикТоке, особенно у американских. У меня такая комната, она наполовину. Сейчас тут такой строчильник. Пыталась, начинала делать ее, но в итоге все забросила, посмотрите на это. Я, короче, все оторвала. У меня огромная проблема, потому что мне придется это все клеить на клей ПВА. И это уже все с обоями только отдирать, потому что мои обои на них вообще ничего не клеится. Как бы да, фото есть, но они все отвалились. Тут все просто поотваливалось, поэтому будем доделывать. Ну и заодно можете подписаться на мой инстаграм, потому что мне будет приятно. Постоянно вклад будут крутые истории. Будет так меня точно не потерять. Туда я все заливаю в первую очередь. Свою комнату как раз-таки решила обновить перед летом, чтобы у меня было больше вдохновения что-то снимать, сделать. Сайгашки, кстати, тоже надо обновить. Что с ним стало с моего дня рождения? Кто помнит этот влог? Просто посмотрите. Я имею уже у себя, что я, в принципе, вам показывала. Поэтому сейчас я хочу найти все свои светодиодные ленты, чтобы подклеить эту стену, хотя вряд ли там нужно что-то подклеивать. Я покупала тогда вот такие вот кассеты. У меня их очень много. Вот. Вот просто. Чтобы вы понимали, эти все кассеты лежат у меня уже несколько месяцев. Я их покупала тогда, когда я переделывала комнату. Ну и как бы мне их тоже надо куда-то запихать. Потому что зачем я их тогда покупала? Я не знаю, куда их сделать, потому что у меня тут есть пару кассет. Вот это вот у меня есть, но, по-моему, это смотрится не очень. Прикиньте, я только что градусник расхерачила. Он вот так вот дрожит. Не знаю, как это получилось. Называется пока градусник. Прошло минут 15. Я уже, в принципе, почти прибрала всю свою комнату. Смотрите, тут лежат все мои светодиодные ленты. Еще одна над кроватью. Пистолет из Бёрнов. Это очень важно, конечно. Лента очень слишком сильно светит. Синяя. Можно, пожалуйста, включиться? Воу, тут даже все цветокор весь поменялся. Да, она еще еле как синяя. В инсте показывала, что заказывала с инстаграм сайта. Это вот такие вот две палки. На самом деле, они как-то странно светят. Я их через раз включаю. Ну вот, короче. И то ли они, причем, очень дорого. Хотя они не за свою цену. Вот такая вторая. Ну, там разные цвета. Можно по-разному их настраивать. Ну и мое самое любимое. Тоже светодиодная лента, которая уже прикреплена у меня вот здесь. Где-то она у меня уже, наверное, года два. Такие ленты легко можно заказать на Алиэкспрессе. Или же у нас в городе в любом зоне, чем они продаются, тоже много где. Это можно найти. Еще у меня есть вот эта штука, которая стоила 4000 рублей. Ее заказывала тоже с интернет-магазина. Она, короче, дает звезды. Это такая атмосфера в комнате? Просто посмотрите. 4000, я считаю, не жалко. Готовьтесь. Ну, примерно, наконец-то же так, но... Какая красота. Черня на плече, укус паука все время, я прям чувствую его. Я на него все время смотрел, и у меня гной шел все время. Епта, ну мать. И потом... Ребят, вы готовы это увидеть? Ребят, я считаю, это просто вау. Так идеально получилось. Я тут сильно чего-то не меняла. Я разобралась со своими светодиодными лентами и повесила пластинки. Я хочу дать пару советов вам, с чего вам вообще нужно начинать делать свою комнату. Первое, это вы определяетесь со стилем. Как определить стиль комнаты? Вы заходите в Pinterest, вбиваете там разные стили. Они есть разные. Выбираете один. Если вы хотите сделать такой стиль, как у меня, тут, в принципе, вообще ничего не сложного. Как вы видите, это просто распечатки, которые очень долго клеить. Я, кстати, оставлю ссылку на Pinterest с моими именно вот этими распечатками. Она у меня есть, сохраненная. Но если кому-то понравится, вы можете перейти и именно скачать эти распечатки. Блин, я не могу, меня сейчас так вдохновляет мое рабочее пространство, моя комната, потому что до этого у меня был какой-то завал. Кстати, смотрите, я рисовала картину, чтобы повесить к тебе в комнату, но в итоге что-то не докрасила, так и не дорисовала. Вроде прикольно выглядит, потому что я это делаю и повешу потом. Я, блин, чисто не могу так кайфую с этого света и просто со всего. Вы посмотрите на это. Короче, с вами была Ваша Поля. Напишите видосы, которые вообще хотите видеть, потому что я не знаю, вернусь ли я на YouTube или нет. У меня есть мотивация, но пока я не совсем понимаю, что снимать. Больше меня в Instagram, я об этом говорила. Приходите, там я 24 на 7 с вами. Всех очень люблю. Всем пока. Пока.